Привет-привет! С вами стилист-корреспондент Катя с огромным клубком из проводов. Сегодня у нас на канале опять шопинг-влог. Начну с Эчендем. Понабрала вещей, даже что-то интересненькое вроде как намечается, но это не точно. Так что погнали! Тут брюки из эко-кожи подвезли. Кстати, у Эчендем эко-кожа неплохая. Мягенькая такая. Брюки, рубашка. Еще рубашка, свитер еще есть, джинсы. Ну давайте начнем. Так, ну что, померила я из эко-кожи рубашку. Сразу хочу отметить, что она очень приятная к телу. С внутренней стороны у нее такая искусственная замша. И сама рубашка очень мягкая. Стильно смотрится у меня здесь вот такие боковые разрезы закругленные. Воротничок. Я говорю да. На мне размер С. под заправку тоже можно ставить, например, одну сторону заправленную. Так я тоже люблю носить. Смотрите, я померила брюки из эко-кожи. Они на высокой талии. Очень приятное к телу. Внутри такой же материал. Сейчас я покажу вам. Вот он мягенький. Так, стоек 2300. Такая же мягкая эко-кожа. Хорошо садятся на фигуру. Очень комфортно у них. Но длина. А все-таки они коротковатые. Так. Прям нравится мне. Освещение чуть подводит. Вживую прям насыщенный черный цвет. Такой хорошо смотрится. Даже total эко-кожа. На мне, кстати, размер 3600. И он такой свободненький. Идеально, конечно, будут смотреться такие брюки с высокой посадкой, когда мы показываем талию. Так, следующее. Я померила вот такую рубашку. В составе плейстер, акрин. И самое главное, даже 1% шерсти. Но по ощущениям очень мягкая. Плотный материал. Смотрится хорошо. Не навязчивая такая клетка. Даже кланные карманы не увеличивают. Как-то круто. Так прям сильно визуально. Ее можно носить как просто рубашку, так и поверх, например, какого-то топа, водолазки, рубашки. Также можно носить, например, с ремнем. Только выбрала бы на размер, может, даже на 2 больше, чтобы сверху побольше было объемчика. Чуть-чуть, например, назад ее так убрала. И, соответственно, и длина бы увеличилась. И здесь побольше объема было. И вот таким образом носила. Вот с этими брюками хорошо она смотрится. За счет сочетания фактур. Здесь более такой похож на шерсть, да, какую-то плотную. И здесь получается хуже. На контрасте это смотрится хорошо. Представляю, кстати, вот сейчас в этом образе какую-нибудь водолазку. Можно как раз-таки выбрать. Здесь, смотрите, расцветка такая бежевая. И можно бежевую водолазку подобрать. Серую, черную, белую. И создать образ многослойности. Очередной прекрасный бюджетный свитер от H&M. В составе даже есть 6% шерсти. И посмотрите, опять меланжевый цвет, серый. И уже они его чуть-чуть изменили по дизайну. Сделали вот такие разрезы. Он удлиненный. У него заниженная линия плеча. Ей хорошо смотрится опять сочетание эко-кожи и свитера. Вот достаточно объемные такие рукава. Практически как летучая мышь. Он очень приятный к телу. Стильно смотрится, несмотря на его бюджетность. Но я вам уже показывала такой свитер. Многие из вас меня благодарили. Купили, который был чуть-чуть другого фасона. У него спинка была удлинена. А перед чуть-чуть покороче. Вот смотрите, хотела показать вам пример того, как одна вещь может помочь другой вещи выглядеть более привлекательно и стильно. Посмотрите на эту кофточку. В принципе, она очень простая. Шитая, незамысловата. Единственное, посмотрите, как летучая мышь рукава. При составлении образа обращайте внимание на то, чтобы какая-то все-таки изюминка присутствовала. Если у вас, например, какая-то базовая кофточка, обыграйте ее стильными и интересными брюками. Добавьте аксессуары, сумку, обувь. Когда в образе вещи работают друг с другом, взаимодействуют, и, например, какая-то вещь на порядок выше, по стилю, по качеству, то она, соответственно, помогает другой вещи выглядеть лучше. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Сейчас я покажу, если я надену такую же кофточку с простыми черными брюками, это будет совсем по-другому смотреться. Ну вот о чем я и говорила. Я надела классические брюки с защипами, с высокой талией. Если бы я не поменяла ремень на свой кожаный, то образ смотрелся бы еще проще. Вот как раз с такими брюками я бы надела кожаную рубашку. И кожаная рубашка вытащила бы эти брюки на новый уровень. С рубашкой намного лучше. Кстати, эти брюки неплохие по кроу, хорошо садятся, но чуть-чуть тонковат для меня материал. Так, ну что, джинсы тоже на высокой талии, небольшие защипы, боковые карманы, средний по плотности джинс, серый с цветом. И еще есть вот такие бежевого цвета, тоже хорошие, укороченные, стоят 2300. На мне размер 36. Вот эти серые хорошо будут смотреться с этой рубашкой и бежевая. Сейчас, кстати, хочу померить вот эту рубашку с этими джинсами. Так, ну что, померила я вот эту рубашку с брюками. Цвет, конечно, не передается. Он такой ближе к бежевому. И как раз вот эти вот бежевые полоски на рубашке сочетаются с этими брюками. Такой легкий образ получается. Хорошо смотрится и не скажешь, что это H&M. Так, ну что, H&M сегодня меня прям порадовал. И вот давайте я вам еще раз покажу. Рубашка, артикул, штаны, светлые и серые. В размере 36 у меня был. Так, ну вот эту кофточку я не рекомендую. Она такая грубая. Это я уж просто для примера вам хотела показать. 1500. Брюки из эко-кожи. Классные. 2300. Так, что у нас еще здесь было? А, брюки. Так, вот эти брюки. Но они под вопросом. Конечно. Это линейка Conscience. 1900 артикул. Так, далее рубашка. Отличная. Светерок. Мне понравилась вот эта пижама. Жаль, что она из пилиэста. Расцветка чуть-чуть не передается. Кстати, не забывайте ставить лайки, писать позитивные комментарии, подписываться на канал. Я буду очень рада, если вы меня поддержите. До свидания. До свидания. Продолжение следует...